Всем привет дорогие мои друзья и зрители канала и сегодня мы продолжим облагораживать данный аквариум Акваскейп объемом 35 литров. В предыдущем ролике мы убрали отсюда все растения, убрали ряску и пистичу, которая здесь полностью закрывала весь обзор и создавала огромную тень. Из-за этого как раз и не росли растения, которые были в воде. Как видите сейчас аквариум пустой, я уже промыл фильтр, как видите он отлично качает сейчас воду. Кстати кому нужно дешевое и качественное оборудование для ваших аквариумов, нужны светильники, обогреватели, компрессоры, какие фильтры, то можете перейти по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии в интернет-магазин зоомакси и там все необходимое для ваших питомцев купить. А по промокоду аквариум получите скидку 5 процентов, так что это выгодно, купить товар по низкой цене, да еще и получить скидку в целых 5 процентов. Повторюсь, промокод аквариум, ссылочка в описании. Но мы переходим уже к оформлению данного акваскейпа, конечно будет уже что-то новое, будет какая-то новая долина или вообще не будет никакой долины, пока что я еще не решил, но походу мы здесь разберемся с дизайном данного аквариума. Камни у меня есть, есть несколько коряк, так что давайте начнем с установки коряк и камней. И начнем, пожалуй, мы с такого набора камней и одной коряги. К сожалению, больше коряк у меня нет, также больше нет у меня камней похожей текстуры, похожего оттенка, поэтому буду использовать около 15 или 20 камней. Корягу, видите, я уже установил. И теперь буду плавно все это обкладывать камнями, чтобы и не задавить рыбок, и креветы, главное также не травмировать. Сейчас как-то вокруг коряги также буду создавать долину, то есть здесь будет идти от начала, вот так вот туда будет тропа проходить и аккуратно как-то буду это все формировать, чтобы это все смотрелось, чтобы были какие-то высокие скалы. Естественно, все это потом покроется мхом, наверняка покроется химиатусом и крантемодусом все щели, поэтому пока что как-то буду раскладывать камни, буду как-то их перекладывать, думать куда что лучше положить, но пока что знаю то, что хочу сделать какую-то большую скалу, хотя, смотря на то, что у меня всего лишь 15 камней, это даже и меньше, мне кажется, скалы не получится, но все-таки что-то я хочу сделать похоже на две небольшие возвышенности и туда навтыкать разных растений. Ну что ж, пока что я буду думать как-то все организовать и уже покажу вам готовый результат. Спустя 15 минут после начала оформления данного аквариума уже просматривается какая-то композиция, видна справа большая гора, стоящая из мангровой коряги и камней, также видна небольшая возвышенность слева, состоящая из пяти крупных камней. К сожалению, одинаковой структуры, цвета и фракции я камни не нашел, поэтому пришлось использовать кое-где камни с черными прожилками на песочном фоне, кое-где камни были с такими вот серым фоном и черными прожилками, кое-где были белые прожилки, кое-где были вообще серые камни вместо каких-то темненьких, поэтому пришлось использовать то, что было, надо в ближайшее время ехать на пчеринг за камнями, за корягами, потому что это не дело, всего лишь какие-то тут двадцать пять камней, и то неодинаковой структурой цвета и фракции, и также ехать обязательно за корягами, потому что одна коряга это также не дело. Ну так получилась некая долина, опять тропинка, только теперь она у меня не прямая, как была ранее, а теперь она у меня начинается вот здесь вот и идет 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 прям до левого дальнего угла данного аквариума. Композиция получилась конечно неплохая, особенно если вот так вот посмотреть, ну давайте теперь ее оживим аквариумными растениями. А начнем мы высадку растений, пожалуй, с анубисов, потому что их у меня реально сейчас очень-очень много, видите сколько кустов, здесь наверное их около десятка, может быть даже и больше. И сейчас я анубиса не буду высаживать вдоль тропинки, как это делал ранее в акваскипе, который был на выставке, сейчас я буду эти анубисы размещать вот так в щели между камнями, аккуратно как-то засовывать, чтобы их не повредить, чтобы это смотрелось дико, чтобы скрыть некоторые ненужные, слишком крупные щели, и чтобы передать этой коряги, этой глыбе из камня, этой глыбе из камня какую-то живописность, какую-то живость, чтобы все было красиво, ярко, сочно, но в то же время не перегружать картинку, потому что слишком много анубисов если будет, то естественно камень весь потеряется, не будет его видно, поэтому с этим также важно не переборщить, поэтому думаю 4 кустика на эту гору вполне хватит, тем более в будущем они будут разрастаться. И сейчас также куда-то вот сюда вот в эту часть буду помещать анубиса сюда куда-то, может в тот угол еще добавлю, и конечно вот у меня есть химиатус на картинку, это весь химиатус, который у меня сейчас есть, и его я также буду вот сюда вот сажать вдоль этой всей горы, и это у меня будет такая почвопокровка, поэтому сейчас этим я и буду заниматься. И вот спустя еще 30 минут и наконец-таки закончил оформление данного акваскейпа. Конечно, судить о красоте, о яркости, о контрастности здесь не стоит сейчас, потому что и вода мутная, что-то вообще плавает на поверхности, и растения еще, плюс закрученные, все помятые, какие-то вообще пожеванные, без листочков частично, поэтому пока что надо ему недельку, а может быть даже и две отстояться, чтобы вода очистилась, чтобы растения выправились, чтобы они разрослись, потому что, например, химиатус микроэнтомодис вообще в плачевном состоянии, вот сколько у меня его было, столько и посадил, хотя в будущем планирую его продлевать чуть дальше, здесь также его погуще, посадить не так вот по пять блинок. Поэтому пока что мне, если честно, этот акваскейп не очень нравится, прошлый был лучше, но посмотрим, будем за ним сейчас наблюдать, и, возможно, в будущем как раз эта альтернатера поднимется, туда, наверное, посажу лимоня, пока что у меня его очень мало, и здесь также какую-то длинную стебельку вот так вот под скос посажу, здесь разрастется Ludwigia Super Red, здесь разрастется альтернатера мраморные мини, анубиесы выправится, криптокорина тоже расправит свои листочки, но пока что такой вид данного акваскейпа на 14 февраля 2023 года, и жирности здесь, как и раньше было, креветки, Ардизия Словара, один самец выживший и три самочки, неоны красные и вот самцы гуппи, которых я сюда недавно добавил, такие вот красивые желтые самцы, две штуки и две самочки. Аквариум красивый, но пока что следить о настоящей истинной красоте данного аквариума рано, нужно подождать две недели, и обязательно через две недели этот аквариум вам покажу, а может быть даже и раньше. Поэтому, кто до сих пор не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, также не забывайте переходить по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии в интернет-магазин Zoo Maxi, также, кто хочет поддержать меня небольшими донатиками, поддерживайте. Ссылочку также оставлю в описании, можете перевести на талерс, можете на карту Сбербанка, как вам удобно. Заранее говорю огромное всем спасибо, кто меня поддержит в комментариях и донатиками. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok